приветствую вас господа с вами снова римас мы продолжаем прохождение а телу total war за склавинов ну что ж в этот раз я так понимаю на вас напали гуны подачи стоп гуны нападают на наших а якобы союзников это у нас книго его зовут руки и да ну по-любому союзник погибнет потому что как вы знаете в таких ситуациях всегда союзник проигрывать я не знаю почему в это ну и может из-за того что я в прошлой серии не успел просто помочь своим союзникова или нет ну например без меня бы они точно погибли если мы сейчас откажемся они понесут потери конечно же этим заниматься не буду поехали в этот раз мы попытаемся все-таки по-быстрому успеть нашим как говорится братьям по оружию чтобы вместе уже отразить гунскую атаку но скорее всего мы не успеем потому что мы находимся сзади агона будет нападать через реку здесь в реке у нас да они вот здесь вот будут находить скорее всего мы появимся вот отсюда вода да судя по этому значку вот отсюда мы будем появляться а теперь я не понимаю не пойму гун отсюда будете или отсюда смотрите как наши союзники заняли плотную оборону и с этой и с той стороны ладно начинаем да да мы отсюда подходим как и в принципе предполагал ух ты ж боже мой как их там много этих застрельщиков конных у них однокурница вообще ни одного пехотинца не вижу господа у них однокурниц хорошо давай 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 control и всех выделить и вперед еще раз control и вперед а вот он кстати вражеский полководец да в принципе есть все шансы чтобы мы его смогли ушатать наши подписчики тфу блин наши союзники у них довольно хорошие застрельщики но это конечно не столь уж в принципе хорошо а он почему-то тупит он не мог просто забыл забыл заблокировать пути именно копейщиками как это в принципе делаю всегда ну-ка давайте control control 1 и вот так вот сделаем вперед господа вперед-перед-перед боже мой да мы не успеем видите пока мы пытаемся до подойти к врагу к нашим союзникам кстати эти ребятки как-то решили обойти гунов с этой стороны тем самым разделив свои силы это не из хорошо да все нашему союзнику кранты полководец сейчас пойдет германское знать к него он либо дурак либо тупой одно из двух а может быть даже и то и другое так чё у нас там и разгадали нашу хитрость а тетя 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 их сюда бы сейчас залп сделал да сагану с огромной большой с большого анагра был бы просто превосходов 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 ладно давайте ускорим время чё теперь ждать долго то принципе тут уже песня понятно разбили наших ребятишек говори нам так активируем все это дело правой кнопкой мыши да а они уже разворачиваются в нашу сторону что же придется нам лезть занять так дух полководцев под номером 2 вперед так раз какой-нибудь уже к нам против а ничего клина выставились до выстрелись стоим стоим ребятки стоим лучники лучше сейчас будет просто шатать всех и вся так она резай а я понял добиваем рашку конницу очень плохо очень плохо давайте вот этих вот ребята сюда отправим так лучники стреляем по этим бомжам так она реза вперед вперед ой сейчас они разлетится походу давайте 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 канареза вперед 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 берет cure отлично 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 вставим с той обратно отличная канареза просто шатают в раску конницу берет ребят стоит так наших расстреливать с этой стороны мы с вами будем продолжать расстреливать дворскую в раску конницу за стоим ставим так все продвигаемся вперед этих ребят чуть-чуть вперед продвинем хорош 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 так 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 а короче не получается нам реализовать к сожалению наших бойцов можем и как их много то ладно окружаемся это строча у нас там какие у нас еще бойцы из конец конечно пока не трогай ниче страшного ничего страшного со самик обируса так и отвернуться обратно такой канализов 30 секунд досталось да 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 от скилла и а уй тут подходит вражеский генерал добить вражеского генерала просто добить в раз конечно добить в przede в раз все добиваем Ага конец-то соснула ёптать так давайте-ка нарезы вперёд так враску генералу бы сейчас добить блин бы ладно давайте топорников отправим сюда топорники конечно не так уж хороши к сожалению против конницы простые топорники не нарезы простые топорники добиваем этих бомжей здесь здесь мы обстреливаем вражеских застрельщиков очень плохо идёт битва если честно очень плохо идёт битва полководца давайте чуть-чуть вперёд отправим всё добили 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 давайте ещё двоих заберите троих взяли всё встаём сюда так анрезы работаем смотрите как он туда-сюда обратно и всем нам приятно он вообще не может определиться то кто атакует то уходит в принципе правильную тактику он применяет наш враг всё сбрасываем скидываем 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 бомжей хорошие у них бойцы да так полностью уничтожаем знатных бомжей ну что ж наши балкос обстреливают к сожалению возможно мы сейчас вами сможем потерять свой полководца ведь у них остался вражеский генерал наша задача его догнать и добить ведь он отступает знает 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 что пипец пришел им догнали его догнали прекрасно догоняем окружаем всех сюда всех на ворожского полководца еще немного и победа наша все где наша конница вот сюда бы блин залп их бы сделать ребятки давайте 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 Ребята, давайте. Так, не надо своих обстреливать. Отлично, отлично, отлично. Просто косим, косим этих бомжей. Это победа, понятное дело, но все-таки у них много осталось на карте кампании. Я даже не знаю, что с этим делать. Все-таки лучник попадает по нашим отрядам. Смотри, как они прям разбросаны. Сваливает просто. Но в этот раз наш союзник не так уж сильно слился, как это было в прошлой серии. Возможно, из-за того, что мы быстренько потоспили к нему на помощь. Смотрите, ни один отряд вроде бы не пропал у вражеского полководца. И даже полководец спасся, насколько я понял. Первая победа. Нет, смотрите, ни один. У них очень многие ушли и потерялись. Так, ну что ж, наша задача их добить. Скорее всего, еще одна атака будет. Посмотрим сейчас. Ох ты ж, твою ж, мать. Это полная гребаная жесть, ребята. Что у нас получается? 1, 2, 3, 4 отряда лучников. 4 отряда копейщиков. Топорники. Ну и, собственно, на два генерала. У них даже эти гребаные склавинские сепаратисты. Они просто предали нас. Поехали. Конечно, вряд ли мы с вами выиграем. Но если враг тупой, и он сольет свое полководца, а это возможно, то у нас есть кое-какие шансы. 419 год нашей эры. Битва Гелон. Гелон, мне кажется, это уже город-герой, потому что здесь очень много битв проходило в прошлых сериях. И враг выбирает туманную погоду. Да, кстати, хорошее положение у нас. Хорошо. Сразу кидаем два отряда сюда. Один отряд мы сюда кидаем. Два отряда лучников оставляем вот в эту сторону. Два отряда лучников вот с этой стороны будет стоять. Так, прекрасно. Застрелечки здесь. Так. Топорники. Стоим здесь, ставим. И двух генералов оставляем вот сюда. Конечно же, наших генералов попытаются добить. Убить, застрелить. Все дела. Поэтому нам надо следить за этим фактом. Фактором, вернее. Хорошо, баррикады. Поехали. Всем нам удачи. У нас запись идет, надеюсь. Да, все нормально. Враг получает подкрепление. Так, ну что ж. Ну, давайте, показывайте. На что вы способны. Гребаные индейцы. Хорош! Пошел обстрел. Отравляющие стрелы пошли. Мы там видим вражескую конницу. Как они так достают, а? До полководца. Давайте полководца подальше уберем. Они его жестко обстреливают. Это, походу, их баллиста, да, херачит по нам? Да. Либо баллиста, либо еще что-то. Так, а вот он, кстати, вражеский генерал. Обстреливаем, обстреливаем. Так, полководца мы здесь спрятали. Его здесь никто не видит. Это прекрасно. Здесь мы обстреливаем вражескую конницу. И конец потихонечку погибает. Смотрите, как мы их травим просто. Да, хорошо. Идут обстрелы. Это, в принципе, понятно. Вот этих вот нам надо обстреливать, кстати. Интересно вражеский полководец. Он настолько глуп, что попытается... Хорошо, ладно. Ну, давай, иди к нам. Ну? Мы его застрелили, епта-те. Ребята, мы его застрелили. Мы их полководца застрелили. Это надо же так, да? Такой рандом, епта-те. Точка ком. Точка орг, вернее. Это так... Это так жестко просто. Это так жестко. Так, вот этих вот нам надо застрелить, кстати, тоже. Хорош, хорош, хорош. Стреляем, стреляем, стреляем по этим бомжам. Их уже... Ребятки, смотрите, как они массово отравляются. Это просто... Оказывается, не в Первой мировой войне, да? Была произведена первая химическая атака. Это было давно произведено Римосом. Своими склавинскими ребятками. Кстати, вот эти вот жесткие ребята нас просто могут расстрелять на месте. А нам делать нечего. Нам придется держать чит. Ух ты, хейтшот, как прошел по нашим ребятам. Ребята, держите, держите. Я ничего не могу вам сделать. Они... Они должны сейчас делать атаку на нас. Так, эти ребятки... Они устроили засаду. Да ладно. Гребаная засада. Так, топорники уже идут. Наши застрелы уже... Нормально так херачат во все стороны. Поехали, поехали. И что вы встали? Давайте, давайте, давайте. Они хотят, чтобы я убрал свой строй. Смотрите, как они тупо встали, да? Я не буду убирать строй. Кстати, наша вышка тоже по ним стреляет хорошо. Это просто превосходно. Так, ладно, стреляем по этим бомжам. По этим бомжам тоже. Так, эти ребятки убегают. Прекрасно. Вражеский полководец, это его подкрепление? Или это остатки полководца? Это по-соединимости его... Да, это по-соединимости его телохранители. У нас плотная оборона. Но мы тоже попадаем под обстрел. Как мы его просто сбрасываем, смотрите. Это просто гребаная жесть. Да, шла пятая минута битвы. И полармии вражеской армии не осталось. Правда, у них еще подкрепление подходит. И еще. И очень-очень много подкреплений. Ладно, давайте хватит на него смотреть. На них смотреть. Давайте их добьем все-таки. Вот так вот сбрасываем, скидываем гнит. У нас есть шансы? Да. Хэдшот, видели, да? Хэдшот. Думаю, что их мотал. Противник собрал войска и вернул их в бой. Так, вражеские конные застрельщики. Пытаются нас контратаковать. Давайте тогда вот сюда вот отправим своих застрелов. Так, ребята, стреляем, 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 стреляем по этим. По этим, ребятки, стреляем. Быстрее, 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 быстрее. Так, топорников. Давайте чуть-чуть вперед отправим. Не, вот давайте сюда, вот в эту сторону. Стоп. Надо подготовиться, надо подготовиться. Сзади подойти просто и все. Так, нас здесь что? Нас здесь так же обстреливают, в принципе. Здесь отлично все. Можно пока что один отряд оттянуть сюда. Тем более, он находится под обстрелом. Это у нас отряд топорников. Там, блин, здесь тоже очень много застрельщиков, да? Так, здесь вражеская кавалерия ведет к нам. Хорошо, застрелы. Ну-ка, давайте расстреляли этих гнид. Сюда пришли? Сюда пришли? Застрел. Пошел. Отлично. Смотрите, как они хорошо расстреливаются просто. Вот и все. Нету их. Их нету просто. Все-таки физика прикольная, да? Батили тотал вор. Классно реализовано. Так, все, они сбежали. Отставить. Застрел. Вот сюда стреляемся. Давайте все-таки лучников отправим вот в эту сторону. Пока что держимся, ребята. Держим оборону. Там, кстати, баллиста вражеская и вражеский полководец на подходе. Это у нас наши сепаратисты. Ну, с ними мы уж точно разберемся. Наша задача, самое главное, разобраться с вражескими застрельщиками. А просто тупо обстреливать их. Давайте сюда встали. Меняем свои позиции. Ребята, пошли, 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 пошли. Так, это у нас топорники, вражеские топорники. Не, не, давайте стреляем пока под заседчиком. Топорников мы с вами разберем. Ничего страшного. Бойцы, пошли сюда. Так. Наемные германские охотники. Слушай, полонирует оборону просто сам офигенно. Когда у тебя такая крепость. Ну, правда, без стен. Но, тем не менее, отличная задача, ребята. Самое главное, не паниковать, а держать именно самые-самые мертвые и уязвимые места вашей позиции. И все. И победа будет за нами. Так, ладно, давайте этих лучников сюда отправим. Так, топорники пришли. Обстреливаем топорников на контратаку. Топорники нас могут ушатать. Поэтому мы с вами должны контратаковать их. Тем самым, минимировав... Вот так вот хейт-шотик поймали. Стреляем, 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 ребята, стреляем. Вот так вот еще один хейт-шотик. Отлично, посмотрите, ребят, какая полная гребаная жесть. Ой, по своим попадаем. Осторожно. Вот так вот, видите, смотрите, хейт-шот, видите? Жестяк просто. Ати хейт-шоты идут к нам. Так, пошли топорник и сюда. Это, это вроде бы склавинские сепаратисты, да. Это наши бывшие братья. Ха-ха-ха. Давай, до свидания, явь-то. Вранит отряд остался без снаряжения. А судя по тому, что... Это кто у нас были-то? Наемный германский боевой отряд. Это вроде бы не склавинские сепаратисты. Да ладно, неужели это победа? Ребят, я даже не верю. Да, возможно, вы правы. Возможно, это победа. Мы просто заняли круговую оборону. Просто наши лучники зарышали. В принципе, эту каточку. Один отряд убил всего лишь четыре человека. Один... А, подожди, стоп. Чё они так мало убили? Вот здесь 119 человек убили, да? А, мы их просто отравили. А отравлённые враги, они не засчитываются. Типа убитыми нашим отрядом. Видите, вот здесь вот 4-5 человек. Топорники, например, сколько убили-то? Ноль человек, да? Копейщики 26. Да, в основном мы их просто отравили. Это просто химическая атака. Мы их просто химической атакой отравили, и всё. Враг отступает. Да, это победа. Это просто грёбанная победа. Они отравлены и потихонечку падают. Видите, просто падают. Склавинские сепартисты. Так, остался вражеский полководец. Давайте его встретим. Ну что? Пусть, 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 пусть прорывает, пусть, ёптать. Ну и что? Прорылый и дальше пошёл, что ли? В другую сторону. Давай ко мне. Хотя, в принципе, мы их можем отравить. Убить бы этого полководца. Давайте застрелов отправим тогда вот в эту сторону. В его сторону. Не знаю, я, конечно, рискую их потерять, потому что они могут нас и догнать. Они очень устали. Вперёд, ребят, вперёд. Просто залп сделали и ушли. Залп сделали и ушли. Так, они стена щитов сделали, да? Ух ты, хейтшот опять, смотрите. Вот он, кстати, предатель. Устали, да? Япта. Так. Конечно, не так уж эффективно, конечно, обстрел, но... Кое-какие бойцы падают. Давайте их обойдём. Давайте их обойдём с этой стороны. Просто сзади, сзади, ребята, сзади. А, нет, 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 они к нам идут, они к нам идут. Отходим. Они, кстати, очень сильно устали. А мы свежие? А, нет, мы тоже очень уставшие. Тогда к вышке их подводим. Поиздеваемся немного над своим предателем. Как его звали от этого гниду-то? Звезден, короче. Звездан. Звезду, ёптать, поймал, короче. Ну, понятно, да? Как некоторые мои бывшие друзья. Вот так вот, кстати, с ними и происходит, смотрите. Просто стеблюсь над ним, ёптать. Ну, чё, вышечка, будешь стрелять, нет? Я не хочу своих этих бойцов терять, если честно. Так, давайте, разверну, залп сделали. Вот так вот. Вот так вот, отлично. Ещё залп. Отлично. Слушайте, а вражеская полиция по нам работает, да? Ладно, уходим. Да-да, вражеская полиция по нам работает. Смотрите, какие кишочки наших застрелов просто в разные стороны. Так, давайте ещё один залп. Ладно, хрен с вами. Я думаю, вы не умрёте. Да, и их баллисты по своему полководцу ещё и херачатся. Ну, ладно, давай, застрелы. Сделайте катку. Походу, мы похилили своих бойцов. Я не знал, что. Я думал, у вражеской полиции закончили с боеприпасами. Почему они, например, не стали ломать эту дозорную башню? Интересно, бойцы. Ну, в принципе, это у нас гардейзон. Он сам автоматически потом появится. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Всё, это победа. Победа! Стреляем, стреляем. Убейте вражеского полководца. Слушайте, чудесная победа, ребята. Так, а что теперь? Давайте их догоним тогда. Добьём. Куда они? В нашу сторону бьём, что ли? Убейте нас, пожалуйста. Так, башня, блин, по нашим лучникам попадает, да? Так, убиваем, 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 вражеского полководца. Смотрите, башня попадает по дому, и дом просто, нам просто взгорает. Волыхает. Долго дерутся, долго, очень долго лучники дерутся. Ладно. Героическая победа, ребята. Нас было всего лишь 1425. У гунов было 2390. Это, отмечу, у них очень много было конницы. Ну и звездан, который звезду поймал, 440. Бомжей у них было. Ну, мы пока держимся каточку. Каточку, ребятки, держим. Отлично. Ну, это пока, к сожалению. У нас там ещё и восставшие рабы пришли. Да ладно, гуны всё ещё успокоиться не будут. Чё там происходит, я чё-то не могу посмотреть. Твою мать, ещё один стак бежит-то, ёптать. Да хоть потихоньку их резай. Чё-то это сразу, боже мой. Я понимаю, что нельзя полностью армию добивать. Из-за того, что просто появляется новая армия после этого. Ну, стараемся. Чё теперь делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Наши потенциальные союзники. Просто английские учёные, ребята, сделали открытие. Что в следующей серии у нас будет очередная, жёсткая, гребанная битва. Также английские учёные сделали очередное открытие, что если вы поставите лайк к этому грёбанному видео, вы получите больше видео. Та ладно, шучу я. Короче, всем пока. До скорой встречи.